В последнее время мы читаем очень много сообщений и публикаций на тему крушения год назад малазийского Боинга на территории Украины. Вокруг этой темы очень много инсинуаций, фальсификаций, очень много информационных бросов. Я хотела бы обозначить нашу позицию на данный момент. Как вы знаете, Россия привержена выполнению принятой по ее инициативе резолюции 2166 Совета Безопасности ООН. Она предусматривала необходимость проведения всестороннего, независимого и тщательного международного расследования авиакатастрофы, а также обеспечения на его основе неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении этого преступления. Хочу подчеркнуть, что эта резолюция принималась при активном участии в ее выработке Российской Федерации. Мы заинтересованы в тщательном и объективном международном расследовании крушения малазийского Боинга. В этой части, однако, у российской страны имеются серьезные вопросы. К их числу относим слабую, можно сказать, очень слабую доказательную базу и отстранение России от существенного участия в расследовании. Что я имею в виду? Российским специалистам, по сути, отказано в равноправном и полном доступе к материалам, которые имеются у международной группы по техническому расследованию и у международной следственной группы. Украинской страной так и не предоставлены мировому сообществу записи переговоров военных авиадиспетчеров, несмотря на наше неоднократное обращение и публичное заявление на этот счет. Речь идет о военных авиадиспетчерах, которые обслуживали рейс в день его гибели. Я бы здесь даже уточнила, что речь идет о военных авиадиспетчерах, которые работали в день гибели рейса МН-17. Также не предоставлены данные о ракетных комплексах, стоящих на вооружении Украины, их перемещениях в дни близких катастрофе. О расходах ракет классов «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». Также не было и объяснений возросшей активности украинских РЛС накануне крушения. Были заблокированы предложения России организовать международное расследование таким образом, чтобы оно было максимально прозрачным. Активно использовать в этих целях механизм Совета безопасности ООН. И также я хотела бы еще остановиться на том, что неоднократные призывы России задействовать Совет для контроля за выполнением его же резолюции, о которой я уже сказала, 2166, также неизменно игнорировались. Вопреки резолюции, опять же, 2166, генеральный секретарь ООН так и не предоставил Совет безопасности ООН комплексные предложения о мерах по содействию расследованию. Также безвинятной реакцией остались и вопросы в отношении расследования, список которых неоднократно распространялся России, в том числе в Совете безопасности ООН. Подчеркнуто игнорируются выводы о крушении Боинга, сделанные специалистами компании-разработчика ЗРК БУК «Алмаз-Антей». Вы все прекрасно помните более часовую пресс-конференцию, которая проходила с участием экспертов этой организации. Точно так же игнорируются и любые другие доказательства в пользу версий, идущих в разрез с той, которая навязывается Западом и Украиной. При этом в западных средствах массовой информации не прекращаются массированные информационные атаки на Россию, которые сопровождаются обвинениями в ее причастности к инциденту. Это вообще недопустимая история, потому что средства массовой информации, на то и средства массовой информации, чтобы быть объективными. А занимать одну или другую сторону еще до каких-либо выводов, которые, по нашему представлению, все-таки должны опираться на серьезную доказательную базу, это просто дискредитировать собственные издания. Таким образом, вокруг проводимого расследования создан крайне негативный информационный фон, который ставит под сомнение саму возможность его независимого и беспристрастного проведения. Мы рассматриваем все это исключительно как давление на следствие. Один из примеров того, о чем я говорила, это недавний вброс в ряд западных средств массовой информации материалов о наличии в распоряжении международного расследования фрагментов ракеты ЗРК «Бук», которыми, предположительно, был сбит малазийский «Боинг». В связи с этим и в связи с этими фрагментами, в связи с распространяемой очень активной информацией о фрагментах, возникает множество дополнительных вопросов, которые, в принципе, должны возникнуть не только у экспертов, но и у обывателей. А именно, откуда взялись эти фрагменты, где они были раньше, почему информация о них появилась только сейчас, почему проводимое под эгидой голландцев расследование отказывается воспользоваться в целях их анализа экспертным потенциалом специалистов компании «Алма Сантей». И, собственно говоря, самый, наверное, важный вопрос – где доказательства того, что эти фрагменты были найдены на месте крушения, коль скоро они появились спустя такой большой период после катастрофы и после того, как на месте катастрофы работали эксперты. С учетом изложенного постановка вопроса рядом с западных стран об учреждении резолюции Совета безопасности ООН по главе 7 Устава Международного трибунала по катастрофе Боинга явно преждевременно и контрпродуктивно. Мы об этом уже говорили. Имеющиеся примеры, созданных по главе 7 Устава ООН и Международных трибуналов, в частности, вы все помните, например, МТБЮ, подтверждают, что их деятельность неэффективна, что немаловажно, высоко затратна, носит затяжной характер и является крайне политизированной, соответственно, необъективной. Ну, не приходится говорить и о том, что любое судебное преследование, которое осуществляется на основе недобросовестно проведенного расследования, оно, в принципе, обречено на провал. И мы убеждены, что в данный момент главное не поспешное создание любыми способами, любой ценой Международного трибунала по МН-17, а качественное проведение расследования крушения Боинга. Я еще раз повторю, что мы, как никакая, наверное, другая страна, заинтересованы в нахождении истинных причин случившегося. Я также не могу обойти стороной тот факт, что не так давно немецкий суд удовлетворил иск Берлинского бюро журналистских расследований, корректив против Министерства иностранных дел ФРГ относительно угрозы полетам гражданской авиации над Украиной вследствие незакрытия Киевом неба над районом военных действий на Донбассе. Данный факт только подтверждает правоту нашего давнего тезиса о том, что главную ответственность за крушение малазийского Боинга несет государство место событий, именно Украина, власти которой не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий. Речь, таким образом, идет о допущенной украинскими властями преступной небрежности при решении вопросов организации воздушного сообщения над своей территорией, которая и стала результатом несоблюдения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1947 года. Важно и то, что в отличие от большей части мирового сообщества, национальный суд одного из ведущих западных государств, который, в общем-то, можно сказать, противодействует России в рамках украинского сюжета и вовлеченного в антироссийскую санкционную и, в том числе, и пропагандистскую кампанию, не смог не признать ответственности Украины за инцидент с Боингом. Продолжение следует...